здравствуйте уважаемые подписчики сегодня у нас автомобиль toyota rav4 заменим на нем масло в двигателе и фильтра фильтра масляный воздушный и салонный для этого мы сейчас поднимем автомобиль посмотрим какая там пробочка приступаем вот поднял посмотрел расположение у нас точно такой же как и на предыдущем кузове двигатель остался тот же поэтому расположение все то же самое откручиваем колпак масляного фильтра здесь элемент экологический стоит бескорпусные и пробочка здесь на 14 откручиваем сливаем здесь вот есть фиксатор чтоб не сломать фиксатор его можно снимать сейчас сниму покажу вот фиксатор я его здесь надавил и вытащил он получается с обратной стороны здесь флажок он не фиксируется он ну честно говоря никогда она не откручивается из-за него зачем его сделали то он не нужен крышка стоит на резинке она не откручивается там нет такой силы давления чтобы выкрутить и она расстоит поставим обратно берем откручиваем так вообще сюда есть колпаки шестигранные там двенадцатигранные девятигранные они разные для фильтров я всегда откручиваю крабом когда будете откручивать крабиком ставьте так чтобы пазы которые здесь по бокам есть отлитые не сломать их а так он зажимается и нормально откручивается вот таким образом вот эти вот пазы это как раз пазы через которые он фиксируется берем откручиваем вот резинка про которую я говорил мы и тоже сразу заменим она в комплекте с фильтром идет новая фильтр мы будем использовать фирмы не партс номер аджей 131 60 07 в комплекте с фильтром идет вот такое установочное для снятия чтоб не марать клипса скажем так или съемник также идет резиновое кольцо уплотнительное внутреннее и наружное обычно всегда только идет наружное здесь положили внутреннее мы менять не будем заменим наружное кольцо берем новое колечко берем колпак поддеваем старое кольцо из паза снимаем его и устанавливаем новое кольцо здесь уже получается силиконовое кольцо смотрим чтоб она села родное место протираем здесь берем фильтр и устанавливаем его все вот он стал на место закручиваем фильтр закручивается вот этот бортик упирается в корпус затягиваем ну все фильтры Я подтянул, вот видно бортик уперся Сильно усердствовать не надо Она даже вот по этим видно, она поворачивается сюда К блоку Смываем Все, смыли старое масло Можно протереть, можно не протирать Это очиститель карбюратора, он испаряется быстро Вот фиксатор Ставим на место Вот поставил фиксатор А теперь берем и откручиваем сливную пробку Это тойотовское масло, но темное А пробежало всего 10 тысяч Моющие присадки хорошие Сливаем Вот, наживил пробочку Кольцо у нас уплотнительное Осталось целое, живое Поэтому мы его не меняем Оставляем Старое Также подтягиваю Можно протереть, можно смыть О, на поддоне что-то написано Странно 28, 11, 15 Наверное, замена масла Хотя, непонятно Что-то было написано на поддоме Какой-то секретный код Ладно, опускаем Меняем фильтр И заливаем масло Ладно, я попал Красно Это подорaz Я хочу como посмотрите заливаем масло toyota 540 оригинальный номер масла здесь сейчас указан 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 на банке я его оригинальный номер идет 08 880 803 75 это вот именно оригинальный номер этого масла но здесь он тоже должен быть обязательно просто я его не вижу а вот он 08 880 803 75 сам сам внизу банки на под штрих кодом штрих код и является кода это масло которое рекомендовано с заводом залива так масло я забил за люди это примерно три с половиной литра получается да и на три с половиной литра полтора литра на остатки сейчас проверим по щупу максимум сейчас заведем уйдет фильтр и проверим еще раз завел автомобиль сейчас пока масло стекает мы заменим воздушный фильтр воздушный фильтр будет также фирмы не партс номер джей джей 132 21 04 для этого мы отщелкиваем вот эту защелочку и вот эту защелочку просто приподнимаем колпак отводим в сторону и вытаскиваем фильтр оригинальный фильтр идет кстати джей 132 21 04 а фильтр другой с фильтром нас обманули номер тот же фильтр другой ладно с фильтром завтра поменяем на нормальный не удалось проверяем уровень масла половина три с половиной литра это это мало масла значит надо доливать еще литр пол-литра полуровня это как раз пол-литра у нас и уйдет меняем салонный фильтр салонный фильтр у нас находится под бардачком для этого мы открываем бардачок и снимаем вот этот амортизатор который у нас удерживает плавно для плавного открывания бардачка отводим его в сторону и здесь двух сторон есть два фиксатора здесь и здесь фиксаторы эти просто отлиты на корпусе поэтому мы их отжимаем вовнутрь с одной стороны и с другой стороны и все бардачок вот они такие вот фиксаторы у нас идет вниз здесь в таком положении он снимается полностью на бардачке здесь есть пропилы теперь мы находим крышку который находится в этом месте вот он здесь фиксатор нажимаем и открываем ее вот он наш фильтр спокойненько вытаскивается но видно что очень грязный берем новый фильтр вот такой вот у нас новый фильтр фирмы гудвилл аг-151 cfc cfc это обозначает что салонный фильтр угольный он идет с угольным наполнителем для удаления запаха открываем его и устанавливаем теперь берем крышечку заводим ее в паз и защелкиваем также в обратной последовательности вставляем на место бардачок вот он защелку встал направляющие защелкиваем его и вот этот амортизатор просто одеваем обратно все салонный фильтр мы заменили масло в двигателе мы поменяли поменяли масляный фильтр единственное нам не повезло с воздушным фильтром завтра мы мы его заменим и поменяем на автомобиле всего вам добро